Продолжение следует... 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 это те, кто рассматривают заявку, поданную на регистрацию препарата, и те, кто проводит инспекцию. Ну, вот это, например, FDA, IMA, Всемирная организация здравоохранения тоже проводит свои инспекции в рамках своих процедур. Ну, у нас это Росздравнадзор, и это последнее место моей работы, но у нас, видите, регулятор, он как на гербе разделен на две части, потому что заявки у нас рассматривает Минздрав, а инспекции у нас проводит Росздравнадзор. Ну, кстати, вот децентрализованная процедура, то, что говорила... Так, у меня опять пропали слайды. Видимо, при переключении они пропадают, поэтому... Вот Наталья упоминала подробно инспекции IMA. Понимаете, ну, вот, например, у IMA же нет своего инспектората. Они пользуются инспекторатом национальных регуляторных агентств. И именно поэтому подходы немножечко отличаются от страны к стране. Именно поэтому и IMA ежегодно проводит конференции своих инспекторов, которые, собственно, призваны унифицировать такие проверки. Итак, коллеги, поехали. Итак, моя задача на сегодняшний день за 20 минут дать вам понять, что такое инспекция и что происходит во время инспекции, почему она назначается, ну и чем заканчивается. Итак, инспекция — это действие именно уполномоченных органов, то бишь регулятора по проверке конкретного клинического исследования. И следующий слайд. ICA-GCP у нас определяет уполномоченным органом тот государственный орган, который, во-первых, рассматривает заявки на регистрацию препарата, а во-вторых, проводит инспекции. В США это является FDA, в Европе – IMAI, Всемирная организация здравоохранения проводит собственные инспекции. И у нас это Росздравнадзор, но вот у нас, как на гербе, регулятор расщеплен на две части – это Минздрав и Росздравнадзор. Я имел опыт участия во всех этих инспекциях, всех этих регуляторов. Ну, я буду делать акцент сегодня на FDA, поскольку IMAI уже Наталья. Итак, инспекция. Для чего она проводится? Она прежде всего призвана убедить регулятора, что данные, полученные в результате этого исследования, они валидные, они могут лечь в основу регистрационного досье. Инспекция не оценивает эффективность и безопасность. Это другой вид экспертизы при регистрации. Именно качество данных должно быть предметом инспекции. Следующий слайд. И основные вопросы качества данных – это вот вы видите на экране. Давайте я читать не буду, я буду акцентироваться только на каких-то определенных вещах. Прежде всего, это нежелательное явление, как они репортируются, сообщаются. Особенно это важно при использовании таких агрессивных лекарств, которые применяются, например, в онкологии. Очень много внимания инспектора уделяют заслеплению и рандомизацию, формированию групп. Ну и, в общем, все это является предметом инспекции. И, естественно, поскольку данные получаются из клинических центров, то проверяются чаще всего именно клинические центры. Весь процесс инспекции, его можно разделить вот на такие стадии. Ну и мы остановимся чуть более подробно на каких-то конкретных вещах. Следующий слайд. Прежде всего, давайте посмотрим на пример наших американских коллег. И они проводят порядка 100 инспекций качественной клинической практики за пределами США. Ну, в этом году, естественно, меньше, потому что выездные инспекции пока приостановлены. Но, тем не менее, как говорила Наталья, внутренние инспекции могут делаться даже без предупреждения. С зарубежными центрами немножко по-другому, поскольку там визовые процессы и так далее. Очень интересно проверяются этические комитеты. Некоторые этические комитеты даже не получают инспектора, а получают просто, например, какой-то пакет документов заранее ущербный. И если они его одобряют, то это является поводом для ворн-кляжа. Ну и кем же проводятся инспекции? Следующий слайд. А, когда проводятся инспекции? Извините, я просто не вижу свой следующий слайд сейчас на экране. Поэтому, как правило, исследования уже завершены. То есть подана заявка на регистрацию. В регистрационном досье проверяющим что-то не понравилось или какие-то данные были необычные для этих центров. И вот, собственно, и была послана инспекция для проверки этих данных. Но, тем не менее, есть инспекции, как у нас раньше в Советском Союзе говорило, письмо позвало в дорогу, то есть какие-то жалобы, какие-то сообщения, в том числе из средств массовой информации о несоблюдении прав, например, пациентов в центрах. И инспекции в реальном времени, когда, например, у нас включены уязвимые группы субъектов исследования или какие-то уникальные препараты, которые, ну вот, например, ковидные. Следующий слайд. Проводят зарубежные инспекции специально обученные люди в FDA. У них даже существует определенного что-то типа теста, экзамена. Как правило, они специализированы на каком-то отдельном виде качественных практик, GCP или GLP. Но вот в том году приезжал GMP-шник проверять клинический центр в Питере. Но что самое главное, что за каждым инспектором стоит большая группа поддержки. И он может в любой момент 24 на 7 обратиться к этой группе с просьбой в разрешении каких-то вопросов. Например, ему нужно прочитать электрокардиограмму. Он не врач, он не умеет читать кардиограмму. Ну вот тогда он оперативно отправляет, ему дают какое-то заключение. Например, эти 5, они относятся к пациентам или все-таки к пяти разным. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Так, и у меня... Ага, все. Назад? Назад? Да, вот. Нет, выбор исследовательский... Какой был полный? Назад еще отмотайте, пожалуйста. Да, следующий. И, как я уже говорил, основная задача – это аудит данных. Но аудит данных именно регистрационного досье. Ну и в том числе проверяется качество работы, в том числе и спонсора. Потому что, например, на основании результатов проверки исследовательского центра может быть найдены и критические находки или мейджор в работе СРО или спонсора. И в первую очередь, опять-таки, сравниваются первичные данные. Ну, собственно, поэтому в центры клинические и едут. Следующий слайд. Выбор клинических центров. Ну, как правило, это достаточно просто вам, как спонсору, будет оценить. Какие центры у вас были наиболее успешные, наиболее весомый вклад они вложили в результаты вашего исследования? То есть это топ-рекрутеры, или это высокая скорость набора субъектов, или это какие-то уникальные центры. Ну, то есть, либо это какое-то расхождение данных в конкретных исследовательских центрах с общей картиной. Поэтому проанализируйте вашу работу перед подачей регистрационного досьея, определите те центры, которые могут быть потенциально уязвимы для инспекции, готовьте уже конкретно их. Ну, либо все сразу. Итак, следующий слайд. До начала инспекции согласовывается выездная инспекционная группа. Ну, то есть, то, что я говорил, например, ИМЭИ не имеет собственного инспектората, и им нужно сформировать группу из инспекторов национальных регуляторных агентств. Ну, либо внутри FDA, там немножко другая процедура. По поводу доступа к данным, инспектора всегда настаивают именно на доступе к первичным данным, к первичным CRF, к базам данных. Раз в год, как я уже говорил, ИМЭИ проводит обучающие семинары для инспекторов. И я был на нескольких из них, и вот там было абсолютно четко сказано, что если вам не предоставляют доступ к базе в течение часа, то вы можете завершать инспекцию и репортировать об этом наверх. Вот. Можно или нельзя отказаться? Знаете, ну, на моей памяти был только один случай отказа от инспекции FDA. Ну, как отказа. Попросили перенести сроки, но там была действительно уважительная причина. Ну, прямо уважительно-уважительно. И главного исследователя не могло быть на месте, ну, совсем не как президент Международной ассоциации. Ему надо было, в общем, в это время быть на сессии. А так отказываться, конечно, ну, все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз. Следующий слайд. Итак, непосредственно в центре. Что делает инспектор? Ну, все начинается со стартового совещания и заканчивается, опять-таки, завершающим совещанием. В интервью позиция главного исследователя, его сведения, которые он предоставил инспекторам, потом будут обязательно сравниваться с позицией, с теми сведениями, которые предоставили соисследователи. Обязательно будут проверены 100% информированных согласий, включенных. Почему? Ну, потому что, если человек не дал свое согласие на предоставление данных, то... Алло? Коллеги? Да-да, все слышно, все видно. А, у меня все слышно, у меня просто погас экран, и я имею в виду... Вы меня видите? Мы видим сейчас слайд, на котором написано порядок проведения... А, все, отлично. Все, ну ладно, звук идет, хорошо. Окей. Вот. И данные такого пациента нельзя использовать, естественно, в итоговом отчете. Следующий слайд. Итак, основная задача инспектора во время стартового совещания понять, ну, донести до исследователя мысль, что к нему приехала инспекция, что будут делать, что будет необходимо провести, то есть, ну, например, интервью с командой, или это facility tour, или еще какие-то процедуры, и самое главное, получить согласие на их выполнение, что да, сейчас к вам приехала инспекция, и мы будем делать вот это, вот это, вот это, вы все понимаете. Вот. А исследователь, следующий слайд, в свою очередь должен представить команду, и самое главное, это обсудить, обсудить с инспектором планы относительно facility tour, относительно интервью, чтобы вам осуществлять хороший менеджмент этого визита инспекторов. Обсудите ежедневные фоу-апа. Если инспектор на это пойдет, вы можете получать каждый день какой-то фидбэк от инспекторов, как прошел этот день инспекции. Это достаточно полезно. Следующий слайд. Значит, да, я рекомендую назначить какое-то ответственное лицо из членов вашей команды, который будет постоянно в контакте с инспекторами и будет первым лицом по контакту с проверяющими. Фиксирует все их просьбы и доводит до сведения команды. Итак, что рассказывать на интервью? Ну, рассказывайте правду. Прежде всего, попросят рассказать, в принципе, о исследовании, откуда у вас субъекты, как вы проводили протокол, были ли какие-то сложности взаимодействия, как вы хранили препарат. В этом нужно не только ориентироваться, но и ориентировать всех членов команды на такое интервью. Следующий слайд. Вполне реальный инспектор, вполне реальные вопросы. Обратите внимание, что все вопросы, они открытые. То есть в любом случае постарайтесь, это будет следующий слайд, следующий слайд, пожалуйста. Во-первых, отвечайте всегда честно. Если вы что-то не знаете, вы и так можете сказать, потому что прошло, как правило, много времени с окончания исследования. Вам нужно вспомнить, поднять документы, подумать. Отвечайте кратко, не нервничайте. Вы можете что-то не знать, вы можете что-то забыть, это нормально. Попросите уточнить вопрос или попросите время на обдумывание с ответом, это нормально. Это лучше, чем предоставлять искаженную информацию. Но все запросы инспекторов должны быть выполнены. Именно поэтому я и рекомендовал назначить одного человека для фиксирования всех запросов инспекции. Следующий слайд. Ну и поскольку инспекция направлена на аудит данных, вот такие виды ложных данных приняты в FDA в зависимости от того, что нашли. Ну и будет расценена тяжесть нарушений. Ну вот, следующий слайд. Коллеги. В результате, результатом инспекции являются находки. То есть это отклонение от каких-то руководств, СОПов, стандарта, протокола или ошибочное выполнение каких-то процедур. И самое главное, помнить, что степень критичности зависит от влияния на безопасность и влияния на целостность данных. Вот два поинта. И вот, например, следующий слайд. Эти все находки будут оглашены на завершающем совещании. Если будет найдено какие-то регуляторные нарушения, то инспектор выдаст 483-ю форму и на нее нужно будет ответить в течение 15 дней. На моей памяти было несколько 483-х форм. Ничего страшного в этом нет. Да, нарушили, все объяснимо. Даже 483-я форма, она и все равно, это не приговор. Следующий слайд. И вот, собственно, какая градация принята в IMAI. То есть это critical, major и minor. Опять-таки все зависит от двух вещей. Благополучие субъектов и влияние на целостность данных. Ну, также существуют еще какие-то рекомендации, но это уже, скажем так, больше частное мнение отдельных инспекторов. Потому что я встречал, например, рекомендации инспекторов IMAI, ну, противоречивые между собой. Тем не менее. Окей, следующий слайд. На завершающем совещании исследователь, мой совет, слушайте, все записывайте, делайте пометки. Если что-то непонятно, спрашивайте тут же, проясняйте ситуацию другого шанса, лучшего шанса, точнее, у вас не будет. Максимально выясните ситуацию, что именно является находкой, в чем именно претензия инспекторов. Если вы с чем-то не согласны, вы можете додавать свои аргументы. Но только не надо, конечно, спорить, превращать это все в базар и в какую-то вот такую, в дебаты, дискуссию. Но вы на завершающем совещании постарайтесь максимально объективизировать для себя картину по находкам. И какие-то находки вы можете в том числе на этом совещании и снять. И обязательно уточните, в каком виде будет доступен отчет или какие-то другие результаты инспекции. То есть письмо об инспекции, либо какие-то экстракт из этого отчета, кому предоставят какие сроки и так далее. Даже если никаких замечаний у вас не было выявлено. Следующий слайд. Ну и по завершении инспекции, если что-то выявлено, то, соответственно, документировать корректирующее и предупреждающее действие. Ну и что будет сделано во избежание таких ошибок в будущем. То есть, ну, полноценная капа формы. Следующий слайд. Как я уже говорил, 483 форма не является приговором. Это не заключительный отчет. На основании и всех документов инспекции, 483 формы, объяснений, переписки и так далее, уже готовится заключительный отчет. И только тогда инспекция будет классифицирована. То, что мы уже сегодня упоминали, Наталья, это следующий слайд. Non-action indicated, voluntary action indicated. Ну, они на самом деле нифига не voluntary, попробую не ответь. И official action indicated, это значит, когда уже сам регулятор должен что-то сделать. Ну, вплоть до судебного преследования в США за фальсификацию результатов можно вполне получить тюремный срок. Могут быть, ну, вот, например, сейчас у меня кейс, что регулятор приговорил исследование к ремониторингу всех данных клинического исследования. Ну, вот, переписывание отчета, исключение данных из конкретного отчета, то есть, ну, например, какие-то пациенты были включены с нарушением протокола. Ну, следующий слайд. И вот результаты инспекции FDA за 2018 год, за 2019, в связи вот с этой, всей историей с ковидом я пока не нашел результатов. Ну, видите, 72% центров успешно проходят инспекции, но, тем не менее, выдаются в том числе и ворнклеттерс, и обратите внимание, в том числе по 50-й части 21-го CFR. Это защита прав субъектов, это подписание информированного согласия, это информированность пациента, это права пациента. Следующий слайд. Ну, это результаты инспекции этических комитетов, тоже, видите, только 1% official action indicate. И следующий слайд. И это результаты инспекции спонсора, СЕРО и спонсора исследователя. На самом деле интересно, потому что на основании инспекции клинических центров регулятор часто очень выносит находки, выносит заключения о работе спонсора, монитора, СЕРО, и иногда это является основанием в том числе к назначению еще одной инспекции уже в эти facility. Следующий слайд. Ну, у меня все. Я буду признателен вам за вопросы. Большое спасибо. Спасибо.